Девушки отдыхают Я тебе все объяснила? Знаю только, что мне надо кого-то убить Просто кого-то Охёбанного Джошуа Сивенсона Остальное расскажу в машине Садись за руль Его будут везти по этой улице Подождём, пока они появятся И поедем за ними Хочу увидеть, как этот ублюдок Наконец отбросит копыта О, почему? Чтобы чувствовал страх перед смертью План какой-то сырой Мне он не нравится В смысле? Поясни Во-первых, для такого дела Нам публика ни к чему Во-вторых, они могут уйти Ты не понимаешь Я все деньги на это отдал Вон они! Газуй! Не отставай! Его надо догнать! Берегись! Берегись! Не упусти его! Чёрт! Чёрт! И чё проблема? Ну, наденем форму И пойдём их пугнём Только и всего Да расслабься Тормози, мать твою! Ну всё Пошли Держись ко мне поближе Я сам разнесу его на куски Я убью его Убью нахуй эту суку Полиция! Остановитесь! Лейтенант Паскес! Полиция! Остановитесь! Ты защищаешь убийцу! Брось пушку! Стреляю! Стойте! Нет! Стойте! Не стреляйте! Они хотят тебя убить! Их можно понять! Сострелишь парня Сделки не будет Васкес! Стреляй! Ага Давайте все друг друга перебьём Да что ты говоришь? Твою мать! И что с ним теперь делать? Тут скоро будет толпа журналистов Ты чё, блядь, творишь? Охренел? Полиция! Никому не двигаться! Убирай отсюда свой ебучий грузовик! Я хочу взять его с собой Что? Нет, спасибо Я, пожалуй, пойду Кое-кто чуть не убил наших цветов Ты мне нужен Останься Я вам говорила Потому что он, блин, прородий на голову Зачем я тебе нужен? У меня неудачная попытка покушения Как тебя зовут? Билл Яблонский Не привлекался, но вы проверьте нас Сначала скажи, что тут вообще происходит Спасибо, выручь Я всё объясню Только без патрульных машин и без радио Ты... Надо замять это дело Ты мне нужен Хорошо Можешь не говорить Меня зовут Джоша Пиздец Я же просил, брось оружие А как звали твоего... Надо было послушать Товарища Ничего бы не было Билл Яблонский Уезжаем Ребята из участка дальше перерутся Да К сожалению Научи нас так счастливать дни наши Чтобы обрести сердце мудрое Стоп Ты Ви? Я про тебя слышал? А вот я про тебя нет Мы не можем его взять Это исключено Он слишком опасен Я хочу предложить ему работу Господи Иисусе Аллилуйя Началось хоть что-то интересное Сейчас ещё бы попкорна И было бы вообще заебись Я никуда не поеду Нахер Я сваливаю Какая жалость Что ж Я понял Иди Тебя никто не держит Я хочу взять его с собой Что? Серьёзно? Хочешь взять меня с собой? Ты мне нужен Ты совсем башней поехал? Ещё одно слово И я звоню в студию Грегор Не заставляй меня рушить твою карьеру Никто Один труп Я обещаю Никто тебя и пальцем не посмеет тронуть Не привлекался Но вы проверьте на все Скажем, я Нанимаю тебя Спасибо, выручил Только без патрульных машин И без радио Ты серьёзно, что ли? Надо замять это дело Как тебя зовут? Это Это просто какой-то пиздец Я Джордж Стивенс Брось оружие Но ты, наверное, это уже знаешь Надо было послушать И ничего бы не было А как звали твоего Товарища? Мы выезжаем Ребята из участка дальше разберутся Билл Яблонский Припоминаешь? Да К сожалению Научи нас так счастливать дни наши Чтобы обрести сердце мудрое Стоп Ты Ви? Я про тебя слышал? А вот я про тебя нет Мы не можем его взять Это исключено Он слишком опасен Я хочу предложить ему работу Господи Иисусе Аллилуйя Началось хоть что-то интересное Сейчас ещё бы попкорна И было бы вообще заебись Может скажешь, чего тебе от меня надо? Я соглашусь с Рэйчел Надо уезжать отсюда Поехали с нами Ответы на вопросы ты получишь по дороге Я против парень Хорошо Но тебя никто не спрашивает Слушай Не знаю, что он там хочет тебе предложить Но если ты с ним не поедешь Я с тобой вообще разговаривать перестану Ладно, допустим Едем Живее мы опаздываем Скажи, было в твоей жизни что-то такое Что полностью изменило тебя И твой взгляд на мир? Можно и так сказать Да Тогда ты должен понять, чего я пытаюсь добиться Двадцать лет назад Меня посадили за вооружённое нападение Были и другие грехи Я застрелил нескольких человек Тогда это для меня ничего не значило Но В тюрьме Время не навалом Начинаешь о многом задумываться И я решил исправить Все ошибки Которые совершил За что ты убил их? У меня был ствол Они косо на меня смотрели Я мог сделать так Чтобы они перестали Я до сих пор вижу их лица Перед тем, как Время застыло Боже, дай мне сил их не забыть Исправить можно опечатки А убийство – это убийство Можно покаяться перед семьями Можно помочь другим Свернуть с пути тьмы Скажи, наконец Чего ты от меня хочешь? Останься до конца дня И я заплачу Сколько тебе обещали За мое убийство Прости Разве у тебя есть бабло? У меня нет У студии есть Она и заплатит Я все еще не понимаю Что мне надо делать Просто быть рядом И разговаривать со мной Это все Почему? Тебе одиноко? Да, одиноко Ты правда мне нужен Если что, мой контракт все еще в силе Кто помешает мне его выполнить? Я Если рыпнешься, ты труп Не надо сердить Васкиса Твой фиксер получит все, что должен Я об этом позабочусь Интересно как? Поверь мне Все будут довольны Обещаю Только до конца этого дня? До конца этого дня Если что-то пойдет не так Я уйду Тебя не будут удерживать Скоро будем у Глории ляхмар Подожди Мне надо приготовиться Васкис, последи там за ними Я лучше посижу в машине Постарайся быстро У нас плотный график Постарайся быстро зулейха ты опоздал я нашел по дороге попутчика это кто-то со студии помнишь что ты мне писала в последнем письме он как раз из таких людей это зулейха и очень приятно вы друг джошу скорее новый знакомый мама еще не вернулась можем поговорить пока ждем заходите вперед я подожду снаружи похоже не всем тут нравится ждать у моря погоды уёбывай садитесь пожалуйста не стесняйтесь пить хотите можно воды конечно во имя отца и сына и святого духа ныне и присно и во веки веков аминь зулейха сестра человека которого я убил она часто писала мне пока я сидел в тюрьме так мы и стали друзьями благодаря прощению то есть вы взяли и простили все грехи убийцы своего брата не судите да не судимы будете не осуждайте и не будете осуждены прощайте и прощены будете милосердие бога не знает границ не должна знать их и наша любовь к ближним найти те истинно верующих раз-два и обчелся само провидение привело вас мой дом мы встретились благодаря ему скажи мне ви ты веришь в бога ну конечно верю мы с зулейхой недавно поспорили и я подумал что ты можешь нас рассудить нет нет вообще-то я на это не соглашалась я слушаю джошу он он считает что он миссии и хочет покончить с собой подожди неправда я никогда не говорил что я миссия самоубийство разве бог может требовать этого это не самоубийство джош объясняет чем вообще речь когда журналисты узнали что в тюрьме я обрел бога моя фотография появилась на всех первых страницах вирт студия подхватила эту тему их представители предложили мне контракт кровопийцы меня ждал электрический стул но теперь моя смерть станет чем-то большим чем законное убийство они хотят снять как джошуа распинают на кресте та же самая казнь только с налетом таинства а почему брейнданс чего ты добиваешься зулейха наставила меня на путь истинный настало время вернуть долг я хочу доказать что любовь существует таким образом чтобы это поняли все заблудшие души на нашей грешной земле любовь если есть безусловная любовь значит есть и бог и миру пришла пора наконец вспомнить о нем подумай о миллионах людей подключенных к телевизионным кормушкам о детях которые живут среди банд разве они знают любовь шлюхи на чпок стрит обколовшиеся корпораты в офисах бандиты на улицах они знают любовь я хочу достучаться до всех и каждого и даже до наемных убийц таких как ты Ви знаешь ли ты что такое любовь ответь мать мать Джошуа Стивенсон, снова ты А это кто? Меня зовут Ви Уходите, вас сюда не звали Миссис Эляхмар, я приехал просить у вас прощения Ты, ты убил моего сына Я никогда тебе этого не прощу Я искренне жалею, что причинил вам боль Вон из моего дома, быстро Да уйди же ты Убирайтесь сейчас же Нам лучше уйти, серьезно Миссис Эляхмар, пожалуйста Убийца Ничего, просто уходите Ты забрал у меня Рубена Мое дитя Моего сына Давай вернемся в машину Мой Рубен Иди уже Убийца Продолжение следует... Продолжение следует... Простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Ты что, на самом деле этого хочешь? Чтобы тебя прибили к кресту? Хочу. Я должен это сделать. Если это не потрясет мир до самых основ, то он уже никогда не проснется от кошмара. Возьми Стивенсона и найдите нам столик. Хочу поболтать с нашим попутчиком. Погоди секунду. Нам надо поговорить. Ну, что думаешь про нашу восходящую звезду брейнданса? Мне кажется, он истинно верующий человек. Истинно ебанутый ты хотел сказать. Но я не об этом. Если он псих, зачем ты тогда с ним носишься? Есть в Стивенсе не то, что в наше время редко встречается, а потому высоко ценится. Штука такая есть. Искренность. Он настоящий, понимаешь? У него вместо мозга уже собачье дерьмо. Зато он искренне верит в то, что говорит. Мне почему-то кажется, он не такой безумный, как ты говоришь. Ну, слушай, ты же не психиатр, и я не психиатр. Нам за другое платят. Для моей студии Джошуа Стивенсон это настоящая золотая жила. А как, прости, это касается меня? Ты пудришь ему мозги, задаешь неудобные вопросы, понимаешь? Из-за тебя он начинает сомневаться, а я рискую потерять инвестиции. Поэтому я заплачу тебе вдвое больше, чем он обещал, а ты просто уйдешь. Не соглашайся, Вин. Как она там? Ей тоже привет. Угу. Угу. Да ладно. Ясно. Я же знаю бюджеты брейндансов. Ты можешь дать больше. Намного больше. Хорошо. В три раза больше, окей? И ты исчезаешь. Как утренняя дымка над Норд-Оуком. Окей. Говна ты кусок. Правильное решение. Не заходи. Я скажу Стивенсону, что ты попрощался. Ну тогда окей. Нет, это не ко мне. Прости. Погоди секунду. Нам надо поговорить. Ну, что думаешь про нашу восходящую звезду брейнданса? Он явно с головой не дружит. Ему нужен психиатр. Вот и я тоже так думаю. Но уже слишком поздно. Если он псих, зачем ты тогда с ним носишься? Есть в Стивенсе не то, что в наше время редко встречается, а потому высоко ценится. Штука такая есть. Искренность. Он настоящий, понимаешь? У него вместо мозга уже собачье дерьмо. Зато он искренне верит в то, что говорит. То есть идеальный актер брейнданса. Угу. Он просто не способен завалить спектакль. Для моей студии Джошуа Стивенсон это настоящая золотая жила. А как, прости, это касается меня? Ты пудришь ему мозги. Задаешь неудобные вопросы, понимаешь? Из-за тебя он начинает сомневаться. А я рискую потерять инвестиции. Поэтому я заплачу тебе вдвое больше, чем он обещал. А ты просто уйдешь. Не соглашайся, Ви. Думаю, что нет. Мне кажется, ты просто не понял, что я тебе предлагаю. Все, я уже прекрасно понял. Давай пошли. Неплохо для средненького наемника. Интересно, как все это кончится. Болью и большими деньгами. Как еще? Пойди угадай, кто святой, кто сумасшедший. Может, и разницы-то никакой нет. Но мне тоже интересно. Один раз он уже удивил. Пойди, кто святой, кто святой, кто святой, кто святой. Про Иисуса мне можешь не рассказывать. Если вдруг захочешь свалить, я тебя просто пристрелю, как собаку. Тебе платят не за то, чтобы ты болтал, Васкис. Какой Васкис упертый мужик. Даже для копа. Он раб привычек. Как и многие другие. Расскажите мне еще про этот брейнданс. К чем там задумка? Мы решили назвать его максимально просто. Страсть. Это будет вирт нового поколения. В смысле? Стивенсона отпустили ненадолго. Поэтому непосредственно с ним мы будем снимать только финал. Все остальные сцены доделаем дублерами и заполним материалами из банка эмоций. От Стивенсона не отличишь. До чего техника дошла? А то. Мы же часть IBM. Знаешь, сколько они вкладывают в технологии? Еще пара лет, и актеры будут не нужны. Наконец-то. Зачем вам Джош? Он как будто вообще не нужен. Муки сына человеческого. Пока что не получается имитировать нулями и единицами. А сценаристы как-то учитывали твое мнение? Он заставил их взять за основу Евангелие от руки. Они сначала ориентировались на Евангелие от Иоанна. Это, наверное, было важно для... Ну... У Иоанна все слишком грубо и преувеличено. Мне больше нравится, как пишет рука. Тем более, у него Иисус готов к тому, что его ждет. Я хочу, чтобы мир это увидел и почувствовал. И что самое главное в этом видении? Что Христос милосерден и по-прежнему умирает за грехи этого мира. Все, хватит болтать. Не отвлекай Стивенсона. Ему надо сосредоточиться. Отъебись, а. Мы с Джошем важные вещи обсуждаем. Чего? Что ты несешь? Ты хоть понимаешь масштабы? Он завтра снимается в брейне своей жизни. Человеку надо собраться, настроиться на работу и отыграть свою роль на отлично. Как ты понимаешь, второго дубля не будет. Джош, я… я бы хотел отдохнуть. Очень хорошо. Твоя работа закончена, можешь идти. Деньги свои ты получишь, не беспокойся. Пока, люби. Класс, да ты прекрасный собеседник. Что думаешь обо всем этом? Да что тут думать? Парень ебнутый на всю башку. А корпораты на нем паразитируют. Да, как-то так. Мне его даже не жалко. Мы, конечно, можем сейчас пофилософствовать. Но что это изменит? Корпорации не перестанут наживаться на таких блаженных. А люди мечтать о несбыточном. Погоди-ка, а куда делся твой мятежный дух, Джонни? Да при чем тут я? Настоящий мятежный дух в этом баре. Определись уже, он, по-твоему, псих или мессия? Он ебанутый. Мир ебанутый. Ты тоже ебанутый. Потому что в твоей голове сижу ебанутый я. Если хочешь спасать человечество, в первую очередь надо быть ебанутым. Как думаешь, Бог есть? Блядь, что за вопрос? Ты серьезно? Конечно. Это же важно. Что именно? Я понимаю, не каждый день восстаешь из мертвых. Но неужели это сподвигло тебя задуматься о спасении моей души? Вообще-то это странно. То есть ты не думаешь про свою оцифрованную личность? Про последствия? Ты же мертв, да? Или жив, пока не сотруднюю последнюю цифровую копию? Хочешь знать, попаду ли я на цифровые небеса? Скорее уж, цифровой ад. Ну, в общем, да. Если есть жизнь после смерти, значит, Сильверхенд уже на том свете. И я разговариваю с его голографическим призраком. Представь себе, я об этом не думаю. Мне абсолютно насрать. Я тот, кто я есть. Нет ада, нет рая. Есть просто цифровая копия создания. Сюрприз. Но ты же признаешь, что я умер и воскрес. И что же это было? Чудо? Кто ты у нас теперь? Мессия? Феникс? Или человекоподобный боевой робот? Я не в курсе, что это было. И ты, кстати, тоже. Я-то как раз в курсе. Тебе воскресила крутая технология одной корпы. Если среди нас и есть мессия, я тебе скажу, кто это. Сабуро Арасака. И если бы ты его встретил, хлопнул бы на месте. Видишь, насколько мы с тобой отличаемся. Ты падаешь перед богами на колени. А я вгоняю им пулю между глаз. Странный был день, да? Даже немного жаль возвращаться к реальности. Пошли. Пора что-нибудь разъебать. Мистер Старнер. Всего и все. Не будь ссором. Обкорься. Если вдруг захочешь завалить, я тебя просто пристрелю, как собаку. Тебе платят не за то, чтобы ты болтал, Васкес. Какой Васкес упертый мужик? Даже для копа. Он раб-приводчик. Как и многие другие. Васкес. Он же коп до мозга костей. Да он родился с полицейским значком. У тебя на него серьезный компромат. Больше половины акций студии у корпорации. В отличие от тебя, у Васкеса хватает ума, чтобы не наживать себе приятелем и врагом. Предлагаю поговорить о чем-нибудь, кроме религии. Джош, твой вечер. Выбирай тему. А я... Не знаю, я... Я много лет ни с кем не говорил. Ну и что? Сейчас придумаем. Что ты обычно делаешь? А-а-а... Знаю. Читаю Библию. Смотрю фильмы и проинтанцы. Слышал про ремейк «Набега на пустоши»? По-моему, оригинал был лучше. Раз в десять. Все, хватит болтать. Не отвлекай Стивенсона. Ему надо сосредоточиться. Расслабься, Рэйчел. Кстати, я же ничего о тебе не знаю. Как ты проводишь свободное время? Что помогает тебе отдохнуть? Не твое собачье дело. Правда, интересно узнать? Я медитирую. Круто, что тебе это помогает. Душевный покой-то важно. Я согласен, но настоящий покой душа может обрести только во Христе. Знаешь, в чем твоя проблема? Ты как будто отказываешься признать, что духовность – это всегда что-то личное. А ты? Ты нахуя сюда пришел? Пожрать на халяву? Я тебе скажу, нахуя. Все! Мне поебать на твое объяснение! Мне уже блевать хочется от ваших бортовников. О милосердии, спасении, перерождении. И я тебе так скажу. Религия – это манипуляция сознания. Как и кинематограф. Рэйчел. Все, хватит. Разговор окончен. Доедай быстрее, мы отвезем тебя в студию. А ты можешь катиться на все четыре стороны. Деньги тебе переведут. Что ж, пока не. Очень приятно было познакомиться. Класс. Да ты прекрасный собеседник. Что думаешь обо всем этом? Да че тут думать? Парень ебнутый на всю башку. А корпората на нем? Какая разница? Мы, конечно, можем сейчас. Погоди-ка, а куда? Да при чем тут я? Определись уже. Он ебанутый. Мир ебанутый. Ты тоже ебанутый. Потому что в твоей голове сижу ебанутый я. Если хочешь спасать человечество, в первую очередь надо быть ебанутым. Странный был день. Пошли. Пора что-нибудь разъебать. Субтитры подогнал «Симон»